Доброе утро, друзья! С вами снова Орел и Решка. Долма, солнце, горы, коньяк. Мы в Армении, друзья! Ай, крутяк! Ну тогда не будем терять ни секунды. Баревзес, Армения. Я вообще уже не удивляюсь. По-моему, все как всегда. Ну я не виноват, ну честно. Так решил Бог, Настя. Но я тебя люблю больше, чем деньги, ты же знаешь. Конечно. Конечно, больше, чем деньги. Давай, Настя. Ереван – столица Армении. Это древний город в краю горных вершин, старинных монастырей и протяжных мелодий дудука. Ереван находится далеко, на самом краю Европы. Но этот город сделает для вас все, чтобы вы чувствовали здесь себя, как дома. Друзья, мы же в Армении. А какая Армения без звуков дудука? И белой Нивы. Как счастливый обладатель золотой карты, я заказал себе национальное музыкальное сопровождение. И... Самый культовый автомобиль в Армении. Белую Ниву. Поехали. От аэропорта до города ехать 14 километров. Ясное дело, что бюджетному туристу до центра дешевле всего добраться на автобусе. Друзья, пожалуйста, вы не знаете расписание автобуса? Когда будет? Когда придется? Когда придется? Когда придется, когда придется. Ух ты! Да, раньше будет, сейчас нету. Сейчас только газоним, а с машинами. Так. И такси, если захотите, пожалуйста. А сколько стоит такси? Да у нас подъезды километров 18 километров. Сколько километров? 120 километров. 120? Да. А до Еревана, получается, сколько будет? Ну, смотрю, какое место выходит. Ну, просто к центру где-то. Такси в Ереване очень дешевое. Всего 25 центов за километр. Но в аэропорту, конечно же, у таксистов четкого тарифа до центра нет. Поэтому надо торговаться. Скажите, 3000 грамм. 3000 грамм? Да. А может за две? Да, ради сборка. У нас очень дорого все. И без денег, и газа, и все. Ну, я же женщина, мне денег мало, знаете как? Давайте за две. Давайте без денег дам еще тогда. Без денег? Давайте без денег. Не забывай. Серьезно? Серьезно, а что там? А-а-а! Нога себе могу все снимать. Спасибо большое. Ну, поехали. Добро пожаловать в Ереван. Человеку, впервые попавшему в Ереван, может показаться, что здесь проходит какой-то флешмоб. Ведь повсюду, куда ни глянь, можно увидеть белые Нивы. Любовь армян к этому автомобилю тянется еще с советских времен. Армения – страна горная, бездорожье здесь не редкость. Так что Нива стала первым советским полноприводным внедорожником. До сих пор армяне сохранили трепетное отношение к этой машине. Их бережно хранят, ремонтируют и даже тюнингуют. Армяне любят именно белые Нивы, потому что мужчина на белой Ниве – все равно, что джигит на белом коне. По пути в город таксист рассказывал обо всех достопримечательностях, которые попадались на пути. Правда, не всегда было понятно, о чем речь. Да, да, вот каждый день выезжаю, вылетаю, там мало друзей осталось. А вообще-то у нас когда фотографируют, да, по кадрам, 50 драма, хочется, 10 секунд, хочется, 5 час. А у нас все, у нас так, не знаю. А на коммунике это же макияжно. А чего они сигналят? Не нравится? Да, вы сами знаете, о чем сигналить. Привишки армянские. А сыграйте, пожалуйста, что-нибудь. Дудук считается очень сложным инструментом. Даже бывалым музыкантам нужно прикладывать немало усилий во время игры. Дудук – это душа Армении. Когда его слышишь, сразу становится немного грустно. В этих звуках вся печаль о былых трагедиях целого народа. Когда-то Армения была в Великой Империи. А сегодня это маленькое государство, затерянное среди мусульманских стран. Трагедий было столько, что большая часть населения выехала из страны в поисках лучшей жизни. Из 15 миллионов армян на родной земле осталось всего три. Ереван – очень древний город. Он даже на 30 лет древнее Рима. Ему 2800 лет. Вы только представьте себе. От древних построек мало что осталось. За свою жизнь город десятки раз разрушался и отстраивался заново. Тут все дома построены из такого разноцветного камня. Розового, бордового, красного цвета. Это у нас армянский туф. Туф, да? Да, да, да. Туф – это такой вулканический камень. Именно из-за этого цветного туфа Ереван еще называют розовый город. Когда мы оказались на месте, выяснилось, что платить все-таки надо. И не 3000 драм, а целых 10. Приблизительно 25 долларов. Очень дорого она выходит сейчас. Я уже два часа с вами, еще там, я на стоянку просил. Ну, без плана, как-то, я уже два часа с вами, гуляю уже, как это. В нашу полемику вмешался случайный прохожий. Потом еще. Потом еще несколько. Все ругаются, ничего не понятно, все на армянском. Можно только догадываться, о чем они кричат. В общем, полезный совет. Если у вас немного денег, дождитесь лучше автобуса. Так надежней. Центральная достопримечательность Еревана – это каскад. Каскад – это такая помпезная лестница с искусственными фонтанами-водопадами. Это самое любимое место горожан и туристов. Прямо на площади перед каскадом расположена самая, что ни на есть, галерея современных скульптур. Кого тут только не встретишь. Зайцы на слонах. Зайцы-акробаты. Просто огромный заяц. Непонятная синяя птица или тюлень. А этот статный лев полностью сделан из автомобильных покрышек. Такого уж никак не ожидаешь увидеть в бывшей Советской Республике. Смотрите, какой пупсик. Эх. Помимо оригинальных, здесь есть и копии знаменитых скульптур. Вот, например, копия Нью-Йоркского памятника любви. А это копия светящихся скульптур в Ницце. А вот эта пышная барышня еще несколько лет назад украшала одну из площадей Копенгагена. Но домашний климат ей не подошел, и скульптура начала портиться. Поэтому владелец Ереванской галереи купил ее. И барышня переехала в Ереван. Современное искусство центральной части Еревана чуть ли не на каждом шагу. Даже за пределами каскады натыкается то на огромного паука, то на быка, то еще бог знает на что. Ощущение, что Армения всячески старается показать, что она часть Европы. Но рядом с европейским центром города соседствует самое, что ни на есть Азия. На улицах продаются ковры. На фоне резных дверей сидят пенсионеры. Здесь же, на соседней улице, вот уже несколько лет ремонтируют часы прямо в старинном автомобиле. Просто помещение под мастерскую снимать в центре города очень дорого. Вот часы и ремонтируют прямо в машине. А вы всегда только тут стоите или ездите по городу? В торте здесь. Проезд в Ереванском автобусе дешевый. Всего сто драм. В салоне чисто, просторно. И что самое приятное для бюджетного туриста, есть бесплатный вай-фай. Почему я в Армении? Прогресс пошел. А вот это вот мой дом на ближайшие два дня. Самый дорогой отель Еревана. Раньше тут останавливались люди с золотой сберкнижкой, а сейчас люди с золотой картой. Вот это я скаламбурил, да? С сберкнижкой карта. Гранд-отель Ереван. Все в лучших традициях «Орла и Решки». Президентский люкс, 501-я комната, ваши ключи. Хорошо. Приятного проживания. А вот и он. Самая дорогая гостиница и самый дорогой номер. Ну что сказать. Овальный зал. Спальня. Овальный кабинет. Ванная. Огромное зеркало. Обычный президентский люкс. Просторно. Светло. Дорого. Когда-то в этом номере вот так вот, наверное, сидел, ел фрукты, шарль из наур. На диване лежала ленд-э-лон. В то время как шарль из наур ел фрукты. Начался сильный дождь, и я решила заселиться в хостел. В центре Еревана их десятки. Кстати, по рейтингам международных систем, все эти хостелы оценены путешественниками очень высоко. В среднем на 8-9 баллов из 10. Здравствуйте. Здравствуйте. За 11 евро вы получите полный набор бюджетного путешественника. Мой хостел ничем не уступает европейским. Но есть интересная особенность. У каждой койки есть Библия. И это неудивительно, ведь 96% армян считают себя верующими. На всех койках есть Библию, чтобы наши гости читали. Ну, в основном на английском. Первый раз встречаю в хостеле Библию. Самая популярная достопримечательность Армении – это Татевский монастырь. Каждый турист, хоть даже нищебрет типа меня, просто обязан туда съездить. Находится монастырь аж в 250 километрах от Еревана. Удобнее всего до него добраться на такси. А чтобы вышло недорого, можно найти себе попутчиков и разделить с ними стоимость проезда. Надеюсь, мне повезет. Не получилось. Вот, блин. Да что ж такое? Ну, наконец-то, хоть кто-то. Мы looking for the person for going to Tate. Tate? Yes. Окей? Отлично, отлично. Боже, какой изговорчивый. Армяне свято чтут свои традиции. И даже фастфуд Еревани – национальный, армянский. Тут совсем нет всех этих привычных нам американских фастфудов с резиновыми гамбургерами. Песто итальянской пиццы тут – лагмаджо. Вместо привычных хот-догов и шаурмы – жвжик. Все местные знают – это лучшее место, чтобы сытно и дешево перекусить. Поэтому народу тут – битком. О, тут оно аппетитное все. Нет, тажвожик и спас. Тяжело выговаривать такими словами. Все? Да. Жвжик. Фух, ну и название. Это лаваш, в который завернута баранья печень там, сердце, легкие. А иногда даже пищевод идет в ход. В общем, всякие кишки. Это легкие, да? Да. В общем, все, что завалялось в холодильнике. Спас для армянина – это как борщ для украинца или как щит для русского. В состав входит кислый йогурт мацун, пшено, яйцо, мука, сливочное масло и зелень. Ох ты, спасибо большое. Как все аппетитно выглядит. Не знаю, как это все сочетается, но будем пробовать. Кисленький. Ну, довольно-таки простой вкус. Такое ощущение, что горячий кефирчик с кашей. Необычный для нас, но вкусный. В Армении в Спас принято добавлять сухарики. Так же, как у нас, в гороховый суп. Ммм. С сухариками вкуснее даже. Ну, и самое интересное. Вроде как шаурма, а на самом деле это та же вжиг. С какой стороны к нему подступиться. Ну, если честно, мне кажется, шаурма с мясом вкуснее. Ну, это, наверное, на любителя. Картошка тут, наверное, лишняя. Вот, наверное, вот, что я скажу. Для советского поколения Армения навсегда связана с коньяком Арарат. У наших людей слово «коньяк» даже больше ассоциируется с Арменией, чем с французской провинцией «коньяк», где он, собственно, и был придуман. Давайте же отправимся в святая святых, друзьяшки мои. В знаменитые коньячные погреба. Ох, здрасте. Ох, и дождик у вас тут. А здесь нету. Это хорошо. Меня Андрей зовут. Здравствуйте, добро пожаловать. Я проведу вашу экскурсию. Мы вместе пройдем в своих выдержки, а потом можем попробовать наш коньяк. Хорошо. В СССР армянский коньяк был на вес золота и считался алкогольным напитком премиум-класса. Выставляли его на стол только по большим праздникам. Товарищи, давайте создадим серьезную обстановку в зале. Коньячку. М? Не откажешься. Узнаваемые бутылки то и дело мелькали в советском кино. А лучшие взятки, чем коньяк, и придумать нельзя было. Что у тебя с рукой? Скользнулся, упал, непротив перелом. Потерял сознание, очнулся гипс. Это я уже слышала. Оказывается, что называть коньяк коньяком нельзя. Потому что французы из провинции Коньяк запатентовали само слово коньяк. А официальное название ереванского коньяка – арбун. Оказывается, что цифра на бутылке – это отнюдь не срок выдержки коньяка. Это средний арифметический возраст смешанных в нем спиртов, друзья. Кто бы мог подумать? Если 25 лет, значит, там можно найти и 80-летние спирты. Оказывается, что наливать коньяк нужно так, чтобы в горизонтальном положении из бокала не вылилось ни капли. Ну что, давайте приступим. Да, пожалуйста. Десять лет выдержки. Тепло, тепло, пошло. Да. Пятнадцать лет выдержки. Ух. А вот сейчас я почувствовал чернослив уже. Ну и двадцать лет выдержки. Никакой особой разницы я не заметил. Даже ценители знают, что просто попробовав коньяк, установить его возраст невозможно. Мне, например, менее понравился самый старый. КОНЕЦ 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 О, моя малышка стоит уже! Вечерней жизни европейскость Еревана смешивается с западно-азиатскими традициями города. По красивым улицам интеллигентно прогуливаются жители. Все чинно и благородно. Но мешает странный шум. КОНЕЦ Вы знаете, тут вечером на улице начинается музыкальное шоу. То есть с каждой машины звучит какая-то новая музыка, кто-то слушает рэп, кто-то слушает армянский рэп, какую-то классику. А я еду сейчас в этот теплый вечер слушать самый настоящий джаз. Лучший сценарий вечера в Ереване для человека с золотой картой – послушать джаз в клубе «Малхаз». Здесь его играли чуть ли не все мировые звезды джаза. Сам Джо Кокер приезжал сюда выступать. Друзья, я пришел послушать легенду советского джаза Ливона Малхосяна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приятно удивили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За ереванской бутылкой со стабаксами приезжайте в кафе «Маэстро», что рядом с оперным театром. Возле его ограждения есть бетонный плинтус, под которым вас и дожидается класс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте быстрее найдете, и будет все нормальджан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За первый день в Армении я был поражен тем, что Ереван – очень европейский город. Все потому, что армяне не считают себя азиатами, а считают себя частью Европы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший сегодня день. Сижу сейчас, отдыхаю. На сегодняшний день похож на вот эту вот мелодию. Такой же размеренный, тихий, спокойный. Хоть Ереван и стремится изо всех сил стать европейским городом, больше одного дня тут делать нечего. С самого утра поеду в горы. Так, ну все, спокойной ночи. Утром, как и планировалось, вместе с двумя попутчиками я отправилась в Татевский монастырь. Ну что, готовы? Добраться туда можно и на автобусе. Билет в один конец обойдется в 10 баксов. Но ехать по горному серпантину придется часов в 7, не меньше. Автобус ползет медленно, да еще и кланяется каждому столбу. Поэтому туристы стараются максимально дешево арендовать такси. Поездка на такси обойдется в 80 долларов в оба конца. Это на 10-15 дороже автобуса, но это и быстрее, и комфортнее. Казалось бы, Ереван очень европейский город. Но стоит отъехать 20 километров от города, как все меняется. Видно, что Армения все-таки кавказская страна. По дорогам бродят коровы. А местные ездят на ишаках. Едем, едем, девушка со мной. Едем, девушка родной страны. Это наши боги, ребята. Если вы были в Армении и не увидели гору Арара, то вы не были в Армении. В часе езды от Еревана есть деревня-осмотровая площадка. Хор Верап. Для армян Арарат считается священным местом потому, что именно на этой горе Ной сошел с ковчега после Великого потопа. Говорят, на склоне горы до сих пор лежат останки его корабля. Ну вот и деревня Хор Верап. Лучше всего созерцать Арарат у самой границы с Турцией, куда дороги уже нет. Но только не для тех, у кого есть Белая Нива. Теперь вы понимаете, почему я не взял Ломбардин. Кошмар. Вот богач приехал за 50 километров посмотреть на святыню, а весь Арарат, извините, накрыло тучами. Ну, простите, друзья, ничего не поделаешь. Парадокс. Арарат считается главной святыней Армении, но находится на территории другого государства. Около сотни лет назад гору отобрали турки. Однако армяне все равно считают Арарат своим. Они относятся к этой святыне с особым трепетом и нежностью и никогда не смирятся с утратой. Поэтому Арарат одновременно и горе, и радость для всех армян. Для армян вообще потеря Арарата – это трагедия национального масштаба. Это рана, которая до сих пор еще болит. Арарат – это место, о котором армяне говорят, понизив голос и со слезами на глазах. Ну, помчали дальше. И едем. Как бы армяне не любили Белую Ниву, даже она не умеет ездить без топлива. Беда всех горных дорог Армении – отсутствие заправок. Потому-то все водители и таскают с собой вот такие запасные бутылки с бензином. Этих несчастных трех глотков бензина моему белому стальному коню оказалось слишком мало. Вот, ребята, не повторяйте моих ошибок. Лучше берите лимузин. А хотя бы и белый. Дорога к Татевскому монастырю лежит через величественные горы. Ржаные поля. Добро пожаловать на воздушный трамвай Крылья Татева. Эта канатка ведет прямо к монастырю. И она уже сама по себе интересна, потому что внесена в книгу рекордов Гиннеса как самая длинная канатная дорога в мире. Ну, пойдем посмотрим. Смотрите, уже вагончик подъезжает. Сейчас мы насядем. Кабина движется с максимальной скоростью 37 км в час, проходя путь от точки отправления до точки назначения за одиннадцать-двенадцать минут. Ой, смотрите, какой вид открывается. Ой, смотрите вниз-вниз, смотрите. Такое ощущение, что мы падаем. Не канатка, а прямо полет над пропастью. Местами земля уходит вниз на триста двадцать метров. Аж дух захватывает. Вот он, монастырь Татев. Издалека он вообще не похож на творение человеческих рук. Скорее на какую-то причудливую острую скалу. Уже отсюда видно монастырь, он такой маленький пока. Но мы и приглашаемся. Датевский монастырь – один из самых старинных монастырей Армении. И находится он далеко в горах. Если вы хотите прочувствовать дух армянского народа – вам сюда. Зато какой чистый воздух, какая природа вокруг. Ух ты, вон он монастырь, видите, даже отсюда видно какой он древний, какая необычная крыша какая-то. Татев переводится с армянского как «дай крылья». Говорят, что когда мастер достроил этот монастырь, он встал на крылью бездны и попросил у бога крылья. А потом бросился вниз и взлетел. Мне уже не терпится на него посмотреть поближе. Армянские монастыри выглядят очень неброско. А все потому, что раньше они выполняли еще и функцию оборонительной крепости. Поэтому их архитектура по традиции осталась такой же сдержанной. Вся Армения очень любит этот монастырь. Считается, что получить благословение местного батюшки – высшая благодать. Очень необычная архитектура. И вообще армянскую церковь не спутаешь ни с какой другой христианской церковью в мире. Вот так посмотришь на купол, и сразу понятно – армянская церковь. Ой, красивая. Асфальтик скользкий, еще в гору. Внутри все так же сдержано. Голые стены, расписанные фресками, и скромные старинные иконы. Никаких излишеств. Одежда священников тоже неброская. Никакой помпезности и обшитых золотом ряс, как у наших православных батюшек. Армянские священники носят странный остроконечный головной убор – верар. Он похож на купол церкви и символизирует стремление к Богу. Не дразни вот это вот, Ниссан. Ездит, он тут рычит. Ехоханы, баба. Но такого у меня еще не было. Всякое было, но такого еще не было. Извините, это полный джан. Батюшка здесь, как местная изгода, с ними все фотографируется. Многие едут в монастырь именно за его благословением. Когда-то он отказался от высокого духовного сана в ереванском храме Ичмиадзим ради жизни и служения здесь, в Тихом Татере. Но зато его очень любят простые люди. А больше счастья ему и не надо. Батюшка меня благословил на удачную дорогу, на удачное путешествие. В общем, все у меня будет хорошо теперь. Батюшка меня благословил на удачном храме, на удачном храме. Батюшка меня благословила на удачном храме, на удачном храме. Какая машина! Покупайте, друзья, покупайте! Ереван не совсем похож на обычный постсоветский город. Попадая сюда, кажется, что ты в Европе. Тут приятно просто гулять, наслаждаться кухней и просто любоваться горами. Под звуки дудука на вас обязательно снизойдет особая армянская меланхолия, от которой не захочется избавляться. Это наши роки, ребята! Моя малышка стоит уже! Моя малышка! Моя малышка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Треху! Это я, ковбой Мальборок, к тебе пришел. Привет. Ну, как дела у тебя? Да, Ереван такой красивый. Мне вообще напоминает чем-то европейский такой городок. Даже напоминает Париж. Правда, там никогда не было. Но мне кажется, что, особенно когда из кафешек доносится Азнавур, и так идешь, как будто по Парижу шагаешь. Ну, Настик, я не могу сказать, что я был в Париже, но на Париж он не похож, Ереван. Но, тем не менее, приятно то, что у Армении есть свое лицо. Выразительно. И что немаловажно, Ереван на этом лице является таким вот носом. Красивым. Выразительным, да. Могу сказать, друзья, Ереван это отличная идея для уикенда. Здесь вкусно, уютно и есть на что посмотреть. Спасибо, Настя. Пойдем. Спасибо.